Уникальный подарок «Альманах. Фотопортреты на войне», который был издан по инициативе и при поддержке председателя Государственной Думы России Сергея Нарышкина, вручили ребятам из военно-патриотического клуба «Поиск» окружные депутаты Анатолий Мяндин и Александр Лутовинов. Такой подарок законодатели выбрали не случайно, ведь клуб «Поиск» — это яркий пример патриотического воспитания молодежи не на словах, а на деле. В этом убедилась и наша съемочная группа. Примерно 40 секунд требуется ребятам из военно-патриотического клуба «Поиск», чтобы собрать автомат Калашникова. Завязанными глазами чуть более 50 секунд. Восьмиклассник Дмитрий Терентьев с начальной школы занимается в клубе. Этим летом молодой человек принял участие в благоустройстве воинского захоронения 10-й гвардейской дивизии. У высоты шпиль в Мурманской области. За два дня группой из четырех человек мы прошли больше 100 километров на НТВ дороге. Мы нашли три захоронения, обнаружили останки самолета, бомбардировщик. Точно не знаем, наш или врага. А пули я находил целые, ну от винтовки Мосина пули, целые вот такие, ну обойма, получается, вот целые находили мы. Целыми кучами и цинки находили, и остатки там, ну от техники всякой, разные пушки. Находили мы от минометов снаряды. Пули, гильзы, каски, лопата, подкова, осколок 120-мм артиллерийского снаряда и другие предметы, найденные не только на Мурманском, но и на Карельском фронте, теперь хранятся в школьном музее. В прошлом году сводный отряд из шести человек под руководством лидера клуба Марины Литковой принял участие в экспедиции по поиску останков бойцов Красной армии, воевавших на Карельском фронте. Работы проходили в районе поселка Лоймала, в республике Карелия. Поисковая экспедиция в этом районе действует ежегодно, с 2009 года. За это время поисковиками было найдено несколько тысяч безымянных могил, незахороненных останков бойцов и командиров Красной армии. В Карелии, близ поселка Лоймала, вот они уже сколько лет поднимают, 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 а конца и края там нет. Все, практически все в одном месте. То есть, одни отряды у нас работали, они поднимаясь на высоту, вот полегло, открывают мох, а там вот как бойцы поднимались в атаку, так все и лежат до сих пор. Всего за время работы поискового отряда бойцы из Красного обнаружили останки пяти солдат, троих подняли самостоятельно. Поиски осложнялись особенностью местности, кругом болота и непроходимые леса. В годы Великой Отечественной войны это был самый протяженный фронт, войска которого располагались на расстоянии более полутора тысяч километров. Поэтому и зона поиска была огромной. Поисковики из Красного проходили в день по 30 километров пути, порой проваливаясь трясине по грудь. Было страшно, но ребята шли от ориентира к ориентиру, сверяясь с картой и описанием места захоронения. Они единственные из лагеря, кто проделал весь путь пешком. За это их прозвали «железными людьми». Работать там, по словам Марины Литковой, было не только трудно, но и опасно. Кругом неразорвавшиеся мины и снаряды. А еще на пути встречались ядовитые змеи. Так, у нас есть фрагменты военной одежды и оружия. Всего с Карельского фронта бойцам из Красного удалось привезти более 50 предметов. Совсем скоро этих экспонатов станет больше. Летом ребята-старшеклассники и студенты опять собираются принять участие в поисковых работах. Ребята помладше тоже собираются в путь, но по другому маршруту. Ежегодно осенью и зимой маленькие патриоты совершают пешие и лыжные переходы по заранее разработанному маршруту. Посещают памятники и обелиски. Так, с целью изучения истории родного края, они уже посетили Пустозерск, Кую, Великовисточное, Коткино, Никице. Самый маленький участник лыжного перехода – третиклассник Максим Путков. Из Красного в Пустозерск. Да, 140 километров. По словам мальчика, такой лыжный марафон помог ему завоевать второе место на лыжных гонках – «Северное сияние». Навыки, полученные в военно-спортивной игре «Юный защитник», пригодятся Максиму уже в армии. Разбирать и собирать автомат Калашникова, разборка-сборка магазина автомата Калашникова, разборка-сборка ПКШ и пистолета Макарова. Многочисленным успехом и победам посвящен целый стенд в военно-патриотическом клубе. В копилке ребят насчитывается более 30 различных кубков и наград. В военно-патриотических играх «Зорница», «Юный защитник» и так далее. То есть, окружно в уровне, да, Креш? Да. И поселково, да, местное место положено? А вот для тебя какой вот кубок самый-самый дорогой? Все. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».